Мы понимаем, что общие валютные резервы страны около 100 миллиардов долларов. Из них около 70 миллиардов долларов в нефтяном фонде. Создавали этот фонд для будущих поколений граждан Казахстана. И вот в таких условиях, когда у страны накоплены резервы, вдруг неожиданный удар по гражданам в виде девальвации. Это цитата из размышлений Мухтара Аблязова о девальвации в Казахстане. Мухтар Кабулович знает о режиме Назарбаева не понаслышке. Он очень хорошо знаком с нравами аккорды и сам стал жертвой диктатора. Узнав о падении тенге, оппозиционер рассказал, кто виноват и кому была выгодна девальвация. Первое. Назарбаев, его семья и близкое окружение ничего не потеряли из-за девальвации. Они все богаты, держат свои активы в валюте и практически все основное имущество за пределами Казахстана. Второе. Действующая власть оправдывает девальвацию тем, что она улучшила экономику экспортеров. Это что же получается? Люди за один день потеряли деньги в банках. Их вклады обесценились на 20%. И это улучшит экономику страны? Всем известно, что основная часть экспорта – это нефть, газ, а также другие сырьевые ресурсы. Но Назарбаев и его семья имеют свой интерес во всех серьезных предприятиях, добывающих нефть и газ. Лидер нации контролирует этот сектор через Тимура Кулебаева и китайцев. Также Елбасы – главный акционер в металлургических компаниях группы Машкевича, Арселор Миттл, Казахмыс и Касцинк. Так что говорим «выгодно экспортерам», подразумеваем «выгодно Назарбаеву». В-третьих, Назарбаев и его семья контролируют ключевые банки Казахстана. Такие, как БТА-банк, Каскоммерцбанк, Халыкбанк и другие. Ясно, что тенговые суммы они перевели в доллары перед самодевальвацией. Сами банки после девальвации, продав доллары, заработали. Только вклады населения остались в тенге. Население и потеряло от девальвации. Даже сделку по покупке акций БТА-банка оценили в миллиард долларов. Но решили заплатить в тенге. Причем, по договору, 20% суммы выплачивается после падения национальной валюты, а 80% – в 2017 году. Так что именно в 2017-м надо снова ждать девальвации. Готовьтесь, казахстанцы, к новому неожиданному подарку от Елбасы.